В состав Межправсовета, который был создан в 1993 году, входят представители 10 стран СНГ. Сегодня в рамках очередного заседания руководители ветеринарных служб государств-участников оценили эпизоотическую ситуацию в странах Содружества и наметили комплекс совместных мер по профилактике и борьбе с рядом опасных заболеваний животных. Эпизоотическая обстановка в целом мире достаточно сложна. Вы сами знаете, что в последнее время на территории России с предельным с нами государством регистрируются вспышки африканской чумы свиньи, ящера, гриппа, птиц и многих других заболеваний. В рамках одного государства решить эти вопросы невозможно. Именно для этого собрались главные врачи государств-участников СНГ. Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Горкуша, курирующий в регионе сельское хозяйство, на правах принимающий совет стороны поделился с коллегами цифрами, статистикой и методами борьбы с АЧС на Кубани. Полтора миллиона голов было свинопоголовья. На сегодня осталось 300 тысяч голов. Мы последний очаг или вспышку АЧС имели в ноябрь 2012 года. После ноября 2012 года у нас ни одной вспышки не было. Были выделены средства из краевого бюджета на поддержку ветеринарной службы, это и техническая обеспеченность. Ужесточены требования биологической защиты в свиноводстве. Вот уже в 2015 году мы увеличим свинопоголовье на территории края на 252 тысячи. Говорили на заседании и о продовольственной безопасности, которую обеспечивает сельское хозяйство. На Кубани, рассказал Сергей Горкуша, сегодня сельхозпродукции производят на сумму порядка 300 миллиардов рублей. Одного зерна 13,5 миллионов тонн в год. Политика руководства края – зерновые должны идти не на экспорт, а преимущественно на развитие животноводства на Кубани и в стране. Продолжение следует...